В Российском университете Дружбы Народов стартовал второй методический семинар по повышению квалификации преподавателей курсов русского языка в российских центрах науки и культуры за рубежом. Его цель – распространение и поддержка изучения русского языка во всем мире. Особое внимание уделено внедрению мультимедиа и компьютерных технологий в учебный процесс. Молодежь современная уже настроена в основном жить вот в этом визуальном, виртуальном мире, и она с большей охотой находит разные варианты возможностей осваивать какие-то новые подходы знания с помощью интернет-технологий. Для преподавателей русского языка организованы лекции, семинары, мастер-классы, презентации и круглые столы. Наш русский язык великий и могучий. И русский народ тоже могучий. Но вы все помните, что 200 лет назад великий первый поэт Александр Сергеевич Пушкин создал русский литературный язык. «Русский язык» – именно таково название программы, в рамках которой проходит семинар. Организатором выступает Федеральное агентство Россотрудничества. Его представители присутствовали на торжественной церемонии открытия. «Хочу от имени Россотрудничества выразить большую благодарность Российскому университету дружбы народов за ту огромную работу, которую он проводит по продвижению и поддержке русского языка за рубежом». В ходе второго методического семинара будет освещен широкий круг вопросов, а также планируется насыщенная культурная программа. Александра Тузова, Новости, ТВ РУДН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова